Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про наш с мамой последний мартовский уикенд 2017 года, когда мы поехали на южное побережье Англии в города Уорсин и Богнер-Рейджинс. Билеты на поезд компании Созан я купила заранее и в субботу рано утром мы отправились в наш первый пункт назначения, город Уорсин, который находится в 16 километрах к западу от Брайтона. То есть мы решили исследовать южное побережье Англии, как обычно поехали на море узнавать новые города. Ну, так как это был конец марта, мы все-таки были тепло одеты, иногда бил дождь. С погодой нам в это путешествие не очень повезло, поэтому гуляли мы всего лишь полдня по городу и потом сели в поезд и поехали в наш следующий город, это Богнер-Рейджис, в котором мы переночевали и уже остались там на следующий день, после чего мы снова сели в поезд и поехали обратно домой в Лондон. Субтитры сделал DimaTorzok Выезжали мы с станции Виктория Стейшн. Ехать до Уорсинга оказалось всего лишь час-двадцать минут. Мы купили в дорогу себе кофе в Преттаманже и, по-моему, в Маркс и Спенсере я взяла эклеры. Два по цене одного была такая акция. И мы сели в поезд, наслаждаясь нашим завтраком, отправились в путешествие. Название города Уорсин означает place of worse people, то есть место значимых людей. От слова war это когда-то было древнее английское имя, которое означало доблестный. А инговое окончание означает ingas, что на современный лаг переводится как people, то есть люди. Получается, здесь живут самые значимые люди в Англии. Город с населением более 110 тысяч человек на 2019 год и площадью около 32,5 километра является вторым компонентом района Брайтон и Хуф и пятнадцатым по численности населения из всего Соединенного Королевства. Уорсинг на протяжении многих веков был небольшой деревушкой, которая занималась рыболовством и была основным центром по добыче скумбрии. До того момента, пока в конце 18 века он не превратился в элитный курорт, оформленный в георгиевском стиле, куда съезжались все богатые и знаменитые люди того времени. В 19 и 20 веках Уорсинг считался главным центром садоводства в Великобритании. Современный Уорсинг имеет большую сферу услуг, особенно финансовых. Здесь находятся три больших театра, а также один из самых древнейших кинотеатров Великобритании, который называется «Дом». Здесь жили и творили такие писатели, как Оскар Уайлд и Гарольд Пинтер. Приехав в Уорсинг, мы направились в центр города искать его достопримечательности и решили дойти до музея и арт-галерей, которые находятся в одном здании. Пока шли, рассматривали дома Уорсинга и витрины магазинов. В одной из витрин я увидела вот такие вот интересные фигурки петрушек, а также людей, ну какие-то исторические артефакты, я так поняла, этого города. Небольшие макеты главной архитектуры старинного Уорсинга – это ипподром, и вот этот вот самый главный кинотеатр – дом, а также какие-то скульптурки Чарли Чаплинов. Ну, видимо, так как этот город связан с киноискусством, с самым древнейшим кинотеатром, эти фигурки являются частью исторического наследия этого города. Итак, мы дошли до музея, там поизучали историю города, поразглядывали тоже различные фигурки, скульптурки, посуду. Мне всегда очень нравятся тарелочки, вазочки, и там в английских городах я стараюсь найти надпись, название города на какой-либо тарелке. И вот несколько экземпляров я нашла и сфотографировала, и показываю вам. Также нам очень понравилось кресло, в которое мама села и чуть ли не заснула, я решила ее там пофотографировать, и получилась очень даже удачная фотосессия. Затем мы вышли и направились на набережную. Ну, как же побывать на море и не увидеть море – это не наш вариант. Все города, которые мы стараемся выбирать, должны иметь морское побережье. Ну, за исключением Мидландс, то есть средней части острова, куда мы тоже иногда ездили изучать различные красивые города Великобритании. Ну, об этом я уже много рассказываю. Если кто интересуется городами Великобритании, смотрите вот здесь вот в этом плейлисте все мои рассказы о наших поездках и путешествиях по Соединенному Королевству. Еще одна витрина привлекла мое внимание, где были выставлены вот такие вот деревянные гуси в различных разноцветных сапожках. Нам очень понравились эти скульптурки. Ну, видимо, они продавались в качестве интерьера в английский дом. Я это тоже пофотографировала, поснимала на видео. И зайдя в Сейнсбург, где мы прикупили бутылку молока и пончики, пончики пошли на набережную, сели там, пообедали. Именно в этот день мне показалась смешной картинка, которую я сфотографировала, где было написано «I love sunny Worthing». То есть я люблю солнечный город Worthing. К сожалению, в этот день нам не повезло с погодой. Город настиг очень густой туман, и мы практически ничего не видели. Ближайший фонарь было очень сложно рассмотреть. Над нами кружило огромное количество чаек. Мы прогулялись по набережной, зашли и посмотрели пирс, который в 2019 году стал лучшим по всей Великобритании объектом в стиле арт-деко. Там мы тоже походили, погуляли, но так как делать было нечего, достопримечательностей в городе немного. Наш поезд в следующий город выезжал где-то в районе 4 часов вечера. В это время уже начинает темнеть, и слоняться по городу не было ни сил, ни желания. Мы сели в поезд и поехали в наш следующий город под названием Богнер Реджес, где переночевали. Там тоже была своя история. Об этом и о городе Богнер Реджес я расскажу в следующем ролике. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok